приветствую три повестки приговор возможно ли такая ситуация мы говорим о ситуации когда повестки человек получил абсолютно законно то есть мы не рассматриваем здесь вот эти варианты когда где-то кто-то кого-то встретил на улице не имея никаких полномочий выписал повестку и разошлись эти варианты мы не рассматриваем рассматриваем самый такой железобетонный с точки зрения государства и закона вариант когда человеку на работу например принесли три повестки и он ни по одной из них не явился вот возможен ли в этой ситуации приговор то есть возможно ли привлечение к уголовной ответственности за неявку именно по трем повесткам и мы говорим о повестках которые человек получил до прохождения влк то есть это не повестки на отправку это можно назвать как угодно повестки там на уточнение данных на влк и так далее неважно но это не повестки на отправку и так здесь есть два скажем так измерения да вот теоретическое и практическое возможно ли такое теоретически да возможно почему да потому что с тех пор как у нас в стране в способ не предусмотренный конституции украины запретили вы из мужчинам из украины возможно все вот мне кажется что после этого возможно просто все и я напоминаю что то что я говорю что на сегодняшний день запрет на выезд и не соответствует конституции почему потому что в конституции как мы знаем сказано что запрет должен быть установлен законом закона устанавливающего запрет на сегодняшний день нет этот факт подтверждает верховный суд в своем решении а дальше мы все прекрасно помним публичный интерес и вот с учетом вот этой ситуации и позиции верховного суда я говорю да возможно и за три повестки может быть приговор теперь практическое измерение да вот что происходит на практике а когда я говорю что происходит на практике меня я имею ввиду что какие решения принимают суды как вы знаете я изучаю судебную практику ежемесячно делаю обзоры по статье 336 и последние месяцы там по обзоры по статье 337 также делаю и вот вопрос да поскольку нас интересуют только две этих статьи потому что других статей по сути нет то есть человека который не пришел по повесткам по трем повесткам можно привлечь к уголовной ответственности либо по статье 337 это уклонение от воинского учета либо по статье 336 уклонение от мобилизации и вот монитория постоянная судебный реестр я прихожу к следующему выводу на сегодняшний день я не видел еще ни одного приговора где человека бы привлекли к уголовной ответственности за то что он не явился по трем повесткам те приговоры которые у нас есть по 336 статье это приговоры где человека привлекают к уголовной ответственности за неявку как правило по одной повестке и эта повестка на отправку и там три не нужны там достаточно неявки по одной повестке чтобы тебя привлекли к ответственности когда мы говорим по статье 337 там если вы помните я в свое время вас пугал и говорил что да там может быть такое что там первая вторая повестка и после второй могут привлекать но там тоже судебная практика пошла по другому пути танк судебная практика привлекает людей к уголовной ответственности только в одном случае если человек не явился даже по первой повестке даже по 1 подчеркиваю и при этом он не стал на воинский учет то есть это всегда ситуации когда человек не находится на воинском учете ну а что значит не находится например харьковчанин уехал куда-нибудь не знаю там киев винница тернополь неважно куда уехал в другой город по правилам воинского учета он должен пойти и стать на учет в этом городе по приезду но он этого не сделал и вот ему дают повестку чтобы мол приди и стань на учет он не приходит если при этом его уведомили о том что он таким образом нарушит правила воинского учета и может быть привлечен к уголовной ответственности то достаточно одной единственной повестки чтобы человека тоже поставил привлекли к уголовной ответственности но еще раз подчеркиваю здесь речь идет исключительно о тех людях которые не стали на учет и нарушение которых состоит именно в том что они не стали на учет а если человек находится на учете живет например в харькове ему там каждый день выдают повестки то давайте ему хоть 10 повесток привлечь к уголовной ответственности его нельзя почему они предусмотрено потому что за это предусмотрено только административная ответственность и привлечь вы его можете да в этой ситуации за нарушение законодательства о мобилизации и просто каждый то есть в первый раз у него штраф административный подчеркиваю административный штраф будет меньше там чем во второй повторность понятно что суды будут штраф увеличивать увеличивать там да и понятно что будет максимальный штраф скорее всего но уголовной ответственности человек не может нести за неявку по повестке но вернее так неправильно сказал не не может теоретически мы договорились что это возможно но на сегодняшний день судебная практика показывает что за три повестки не привлекают к уголовной ответственности да я могу сказать что и согласиться с тем что где-то какой-то приговор я мог пропустить да в связи с тем что особенности есть обновление реестра да и я мог пропустить я допускаю этот момент но однозначно могу сказать что если бы этих приговоров хотя бы десятки были да то я бы все равно видел потому что ну все приговоры по сути проходят мы их просматривает анализируя их вот и на сегодняшний день ну ни один приговор не попадался и со своими коллегами я общался что ну вот где-то кто-то хотя бы слышал нет не слышали при этом это не значит что это успокоительная это просто констатация факта это не значит что позиция судебной системы не может поменяться повторюсь в нашей стране в нашей ситуации может быть все что угодно и как вы знаете особенности права в том состоят что когда у тебя есть задача особенно когда эта задача продиктована какими-то политическими мотивами обосновать можно все вот я как человек который изучаю право да там занимался в каком-то в какой-то степени наукой да потому что ну я не хочу там кричать что я ученые да я знаю настоящих ученых я понимаю что я все-таки должен скромнее себя вести но я понимаю что обосновать можно любую позицию если будет задача если поставят задачу за три повестки привлекать к уголовной ответственности будут юристы будут судьи которые найдут правильное красивое обоснование которое будет выглядеть красиво с теоретической точки зрения но в конце концов категорию которая нам известно публичный интерес никто же не отменял но это все предположение на сегодняшний день констатируем факт судебная система занимает такую позицию что три повестки не являются основанием для привлечения к уголовной ответственности даже во время мобилизации даже во время военного положения на этом у меня все если вы считаете что данное видео было полезным поставьте ему лайк подпишитесь на мой youtube канал также приглашаю вас в свой телеграм-канал там информации гораздо больше и появляется она оперативнее чем в youtube канале также я там стараюсь отвечать на ваши комментарии на ваши вопросы в комментариях ну и традиционно пожелаю вам удачи благополучия и конечно же мира пока пока